Итак, дорогие друзья, сегодня будем разбираться, как вы начнете работу с ГИД. У вас было домашнее задание вообще попробовать залить, забрать. Теперь будем разбираться, как будем работать в проекте правильного, неправильного, а железобетонного порядка изучения языка. Да, я понимаю, что могут смотреть новые люди, в описании есть видео, посмотрите, да, идеальный порядок изучения Python у тебя в руках, бац, и ты профи. Там я все рассказал. Теперь, ребят, я вас нацеливаю, сразу даю домашнее задание, не торопитесь только, пожалуйста. Смотрите, сейчас будут конкретные инструкции. Первое, еще хотел сказать, в основном проекте, смотрите, на этот проект появилась ссылочка, то есть здесь это, чтобы выйти на уровень, который мы хотели, мы говорили, свободная реализация конструкции, миксинговый и так далее. Мы начинаем эти знания делать, вот в этом проекте. Видео будет ссылка на сайт SPB, где можно почитать о проекте. Иными словами, участие в реальной разработке, описание может меняться. Следующий момент, что еще будет в описании, в описании, что будет. В описании ссылка на вики, этот проект. Иными словами, будет ссылка на этот сайт, где добавится раздел, я сейчас его буду по гид писать, да, прямо когда вам буду говорить. И здесь будет конкретный раздел, то, что мы сейчас проделаем в видео. Общее понимание, как будем работать. Вот это проект, это основной репозиторий. Я сейчас вам покажу, как создавать ветки. Каждый из вас создаст ветку и будет в ней работать. Соответственно, в процессе работы вы сможете создать сколь угодно веток в своей ветке. Если надо удалять, если надо заливать, все оно будет храниться. Слить, ничего нарушить вы не сможете, не переживайте. Слить свою ветку с основной без подтвердения не получится. Одна просьба, когда будете работать, будете работать, смотрите, то есть скачивайте свою ветку, работайте пока в своей ветке. Так, теперь смотрите, ребят, сразу даю домашнее задание, пока не забыл. Оно будет написано на странице. Вот здесь, да, будет сейчас описано. А я вам проговорю. Мы с вами должны прийти к чему? К тому, что работать в команде. Поэтому, уже сейчас, делать мы это сейчас не будем. Вы это будете пока делать на своем компьютере, в своем репозитории. Но уже сейчас вы берете вот эту шпаргалку и начинаете разбираться с GitFlow. Это ветвление. Иными словами, попозже мы создадим проект, когда немножко вы научитесь работать. Где четкая есть структура, какая ветка отвечает за релиз, какая ветка за разработку. То есть, чтобы у нас были с вами абсолютно слаженные действия. И чтобы вы могли работать в команде, в любой команде. Это мировая практика. Придумывать давайте ничего не будем. Поэтому это как домашнее задание рассмотреть. Теперь, что касается проекта. Погнали. Значит, я работаю как полностью от вас. Иными словами, все. Я отправил вам запрос. Вам необходимо подтвердить инвайт. Запрос на реп. Все. Подтвердили. Вот у вас появился. Прямо сюда не выходите. Мы с вами, помните, говорили, как только будет отправлено первое сообщение. У вас на главной странице все это появится. Смотрите всю справку. Итак, что вы делаете? Нажимаете. И копируете. СССР еще это мы делали. Поэтому говорю уже по существу. Вы можете сделать, допустим, как я. Создать папку DevHackers. И там уже расположить. Рэпа, видео. Единственное, что потом ее заливайте куда-нибудь. Обязательно на свой рэп. Чтобы она не была на компьютере, если он слетит. Либо на диск. Иными словами, что мы делаем? Ребят, работаем сейчас только в командной строке. Только. Вот только открыли папку, кому удобнее с терминала. Так, стоп. Не то открыл. И пишу. То есть я уже подтвердил invite. То есть вы добавлены в проект. Вставляю ссылку на SSH. Нажимаю Enter. Все, склонирован репозиторий. Основной, Майн. Показываю. Это вот этот репозиторий, который привязан к проекту. Этот репозиторий. Потом, когда уже вы выработаете систему, мы зальем в Майн все ваши основные наработки. Пока вы просто учитесь, и каждый работает в своей ветке. Сейчас главное наработать, значит, какие вещи. Пока без всяких систем, флоу, то есть вот этих навороченных, которые мы будем изучать, без релизов. Сейчас ваша задача, что научиться. Создал ветку, вот все я покажу сейчас. Отработал, слил. Вот это все должно выйти на уровень профессионализма. Не думающий, да? Быстро искать исключения, все. То есть, пока, чтобы каждый четко понимал, вообще, как работать. А потом уже будем рассматривать совместно. Все. Ну, давайте я перейду сейчас в С-кода. Так будет, наверное, проще. Это трэп. Вот он открыт. Сейчас там ничего нету. Потом жизнь там начнется. Первое, что я делаю. Смотрите, ребят. Добавляю файл пай. Пай любой. Мне это нужно для того, чтобы установить виртуальное окружение. То есть, иными словами, у меня остановлено. Потом на пай там нажимаете, выбираете. Там должен быть у вас mkdocs обязательно. Мы в школе рассматривали. Я на этом не останавливаюсь. Как установить mkdocs? Все на дело в свое время. Не друг другу помогайте. Mark Daven. Значит, есть. Да, вот уже изменения. Теперь я могу создать терминал. Теперь, после как выбрано, чтобы у меня здесь было мое виртуальное окружение. Чтобы у меня был mkdocs, потому что я буду в нем писать. Захотите, потом будете отправлять. Пока просто говорю, что сделайте эту привычку. Смотрите. У меня стоит внизу ветка My. Это основная ветка. В ней вы работать не будете. В нее вы ничего не вольете, потому что там стоит запрещение все. Значит, что вы делаете? Я вас для себя открыл, чтобы там быстренько так набросал, что он говорит. Значит, смотрите. Вы создаете сейчас ветку по названию, по своему нику в этом проекте. Чтобы другие могли найти. Если вам очень хочется, можете, допустим, написать еще, там, Alex, там, ну, если вам нравится, как к вам обращаться. Да, это уже по желанию. Но делайте так. Бренч не надо. Это я для себя писал. Иными словами, первое. Вот наш рэп. У нас выставлена ветка Mine. Ну, плохо, что я внес сейчас. Поэтому, если я внес уже изменения Pite, то я должен сделать comment. Перед тем, как создать ветку. Это вы уже все должны. Git add. Я там два файла, добавлю все. Да. Git comment M. Что говорит комментарий. И сразу, вот с этого момента, начинаем писать осмысленные commit, которые, по крайней мере, будем понимать. Но это будем тренировать. Отслеживается, можно проверить, что, да, comment сделали. Теперь мы можем, что сделать, создать ветку. Значит, я сейчас ставлю, вы набираете. То есть, каждую ветку уже называете по привычке, да, develop, 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 разработка, да. И через тире свой ник. В данном случае моя запись для тренировки bov.under. Поэтому я и написал. Здесь что обозначает? Создать ветку, флажок B переключиться. Смотрим сюда, да, и я нажимаю. Значит, вот bov.under. И все, вы начинаете работать в этой ветке. У вас не будет никаких преград, потому что, когда вы будете, мы будем делать задание, то есть, мы будем, сейчас что наша задача? Сделать идеальную структуру языка. Вот, легко перешел с основного проекта. Значит, сделать идеальную структуру языка. Везде должен присутствовать код. Кстати, гид, вот эти все уроки будут вот здесь. Как работать с репозиторием гид. И они будут наполняться. Иными словами, от простого к сложному. Не спешите. Чего рекомендую от себя требовать? Большего числа повторений. Вот сказали, отточить. Значит, сидим и точим. Сидим и точим. Создали, сделали. Push, пах, бух. В общем, поняли, да? Все, погнали. Теперь, смотрите. Берем наш файл. Все, есть. Давайте ее отправим. Мы создали ветку. Давайте чего-нибудь в нее напишем. Чтоб она была, да, как-то. Пусть это будет так. Пока сделаем так. Дальше. То же самое делаем. Мы могли бы добавить просто файл, который у нас один высвечивается. Пайпай. Могли бы добавить. И тап нажать. Пайпай. Все. Он добавлен. И вон высветилось, да? Гиткомик. И пишем. И пишем. Фирс Комет первый, да? Энтер. Теперь мы можем отправить эту ветку по адресу. Мы можем проверить, есть ли у нас должны быть... Да, мы же скачивали рэпа. Вот он, Орегин, да? То есть, все есть. Поехали дальше. Теперь мы отправляем. То есть, гит отправить, да? Орегин псевдоним. Аляж, грубо говоря. И вашу ветку. Ввели первые названия. Нажали тап, да? Бов, андер. Энтер нажимаю. Ветка погналась. Смотрим. Любой человек из школы сможет работать. Потом. Чуть-чуть поднатореете. Начнете между друг другом обмениваться. Чтобы научиться, да? Это надо работать, ребят. Настраивайтесь пахать. Немножко пахать. Значит-то, смотрите. Я беру сейчас бренч. Нажимаю. И вижу. Бов, андер. Я зайду сейчас. Вообще-то, чтобы это было все нормально. Со своей записи. Которая не связана. Да? С админом. Нажимаю бренч. Бов, андер. Я могу просмотреть. То есть, Дима с Вайтернадо работает. И Дима тогда в проект. Что делает Дима? Допустим, и Катя. Ну, например, Катерина написала код, но что-то не понимает. Дима заходит к ней и может дописывать код. Да? И потом отправляет либо коммитом, либо заходит в проект, когда... Сейчас, ребят, много открыто. И пишет. Да? Вот вы обсуждаете. Вот так это работает. Либо у себя. Будете пробовать абсолютно разные варианты. Потому что, когда... Дальше покажу. Ну, один внес изменения на сервере, а вы изменения у себя, то сначала это будет сложно. Да? Но сложного здесь ничего нет. Поэтому начинаем, пока каждый работает своей веткой, пока не притрётесь. Потом собрались парами, да, разговорились. Давай я добавляю сюда, ты сюда. Пока осознанно, да? А потом всё это выйдет на автомат. В общем, не переживайте, всё подскажу. Мы пока ничего здесь не меняем, дабы не запутать вас. Всё. То есть, я могу просмотреть со своей учётной записи. Вы видите, да? Бов анга. Теперь, теперь, что я делаю, ребят? И дальше работаете только так. Вот мы работаем над материалом. Это у вас дев ветка, да? Вы в неё только то, что стабл. Стабл, то есть, стабильнее складываете. Здесь нет никакой, здесь нет никаких экспериментов. Это разработка. Иными словами, вот эта ветка у вас стоит. То есть, вы хотите взять на данный момент, чего-то новое взять, да, сделать. Забыли команды, да? Вводим. History, вот эта команда. Скопировали. Значит, мы делаем новую ветку от этой ветки. Смотрите. Только вы её... Мы сейчас пока называете, как хотите. Потом будем согласно слову нажимать. Это старт разработки. Пока не лезем туда. Пока просто научиться, да? Дев задача в данном случае, пусть это будет даже самое простое. Класс А. Да? Самое простое. Ой, я не ту команду скопировал. Вот эта команда. Вот эта команда. В данном случае мы эту ветку решили поработаем и удалим, да? Например. Поэтому. Дев. Дев. Бов. Андер. Я пишу. Класс А. Ну, например. Энтер. Вот она у меня переключилась. Давайте я чего-нибудь допишу. Пусть будет так. Что я делаю? То есть, я проверил, да? Сейчас мало кода. Код работает. Всё отлично. Значит, теперь у меня есть два варианта. Либо дальше продолжить разработку в этой ветке. Либо, если задача закончена, слить её, да? С моей основной деф. Хотя я могу и эту отправить на сервер. Любые варианты будут подходить. Потом уже будем договариваться, как надо делать правильно. Да? Вот полностью. Сначала просто учимся с этим работать. Значит, сначала я внёс изменения. Делаю комит. Гид. От. Могу так добавить. Ну, вообще, команда, я думаю, даже не буду писать справку. Потому что здесь и так всё понятно. Здесь ничего сложного нет. Так. Гид. От. Дальше делаю. Гид. Комит. Ну, я буду удалять это. Комит. Поэтому, пусть будет так. Теперь. Что я делаю? Я... Мне надо в данном случае слить эти ветки. Значит, я переключаюсь. Могу при помощи команды. Могу так сделать. Но лучше поделать при помощи команды. Вообще, вот что можно ввести. Надо вам что-то оставить. В общем-то, переключитесь при помощи команды. Наберите в интернет, как переключиться. Учитесь быстро делать. Да? Всё набирать. Давайте я переключусь. Дев. Боу. Андер. Да? Вот моя основная ветка. Смотрите. Во-первых, когда я переключился, я могу что сделать? Я могу набрать git branch. Да? И я увидеть ветки. Вот моя основная ветка. Вот bow under. Вот my. Теперь, для того, чтобы слить ветку, мне пока надо сделать простую команду. Git merge. Merge. Так. Стоп. Так. Нажимаю. Пользуюсь. И название моей ветки, которая с классом А. Я её вижу, вывел. Да? Опять тап. Нажимаю одну букву. Изменённые файлы. На данный момент так и делайте. Это простое слияние. Первое время, если вы создаете, создали ветку, допустим, вот как я сделал здесь класс, то в той ничего не меняйте. Потому что это надо с опытом. Да и нет смысла. Я говорю, сделали, всё делайте по порядку. Потому что потом будете разбираться, что правильно, что неправильно. Пока делайте всё просто. Теперь мы можем, по сути дела, вот эту ветку, если мы можем в ней продолжить работу, таких веток может у вас быть сколько угодно, да? Потом уже будем разбираться с слов, какие нужны. Пока просто набивайте руку. Мы можем её удалить. Давайте сделаем это так. Git, branch, branch, флажок D, то есть delete. И нашу ветку, главное не припутайте. DevBowUnder, class, так, так, enter. Ветка была удалена. Я хочу это проверить. Git, branch. Действительно, у меня остались две ветки. Всё. Теперь я захожу в свой файл. Действительно, вот этот паз, здесь его не было, он появился. Отлично. Что я это делаю? Заливаю. Git, add, add. Класс A. Напишу, update, класс A. Enter. Ну, там он тут пишет, нечего коммитить, пусть будет так. Значит, что я делаю раньше. Дальше. Git. Она уже слита, всё правильно, нечего коммитить. Это он правильно написал, ведь мы слили. Ну, зафиксировали, пусть будет так. Оригин. И моя ветка. Dev, ball, under. Enter. Всё, погнало. Да, на сервер. Иду на сервер. Захожу в рэп. Так, я иду, как будто, как с вашей учётной записи. Так, беру branch. Беру bov under. И беру файл pypy. Да, действительно, вот этот init. Всё есть, всё нормально. Нечего коммитить, всё правильно. Надо было ещё делать изменения. А то окейка. Окейка нам это не надо, нахрен. Оно ничего не объясняет. Ну, ладно. Поняли, о чём и говорили. Если вы спросите, всегда ли будет такое лёгкое слияние. Нет. Поэтому пока вот такие простые действия. Потому... Но всё здесь решаемо. Это, смотрите. Например. Git status. Да, нам постоянно надо контролировать, что там произошло. Ой, что-то я не то написал. Лишний пробел. Git status. То есть, вот ваша влека обновлена. Хорошо. Хотим повторно последнюю команду. Два таких знака сделали. Это можно вбить и в Aliase. Например, сделали commit. Ну, я уже сейчас не буду делать. Ладно. Иными словами. Команд, как всё в Linux, да, делаем чё-то. И сразу можете там ввести git status. Например. Да, и будет первая, вторая. Как вам удобно. Пока разбирайтесь. Потом, я думаю, что здесь, именно в этой будет... Сейчас я добавлю и дискуссию, и решение проблем. И здесь закипит очень сильно жизнь. Поэтому потихонечку, помаленечку там выйдем. После. Я сейчас просто нацеливаю. Не сейчас. Чуть попозже. Создадим отдельные рэпы, где будем тренироваться, работа в команде. По флоу, по чётко выверенным вещам. Чтобы вы научились вообще работать в команде. Работать с множеством веток. Всё это. К этому придём. Пока давайте делать так. Всё, пока. Пару слов для тех, кто только пришёл. Значит, объясняю. Кто хочет почитать про школу, читает spb-tut.ru. Давал задание ребятам spb-tut.ru. Отзывы почитайте. Это эти ребята, которые сейчас и есть в проекте. Проект DevHackers, который предполагает обучение программированию с любого уровня и реальное участие в разработке. Иными словами, вы ведёте жизнь разработчика каждый день с нуля. Я вам говорил, что есть в описании видео, что это за раздел. Ребята сейчас будут расставлять здесь все вещи, согласно того, как устроен абсолютно любой язык. Чтобы не чувствовать себя идиотом, читая язык от начала до конца. Да, и при этом ни хрена не понимая. А у меня почему-то все пишут. Потому что порядок другой. А чтобы быть коротким, переходите на главную страницу и читаете стратегию. Да, что есть. То, что, откуда люди, почему они пишут. Всё, пока. Спасибо за доверие.